Итак, мы с вами разобрали, как устроен биологический нейрон. Сейчас мы перейдем к математической модели нейрона. Математическая модель нейрона, тело нейрона, где накапливается заряд, заменяется на сумматор. Кроме того, у нейрона есть еще дендриты, по которым сигнал приходит от других нейронов в тело нейрона. Соответственно, в нашей математической модели нейрона мы добавим входы в сумматор, которые будут заменять нам дендриты. Кроме того, у нейрона есть аксон, по которому нейрон отправляет сигнал к другим нейронам. Соответственно, в математической модели нейрона у нас будет выход, по которому наша математическая модель нейрона будет отправлять сигналы к другим нейронам. Также стоит помнить, что биологический нейрон что-то делает с сигналами, которые в него приходят. А именно, он накапливает заряд до тех пор, пока этот заряд не достигнет какого-то значения. И только после этого этот заряд уходит по аксону к другим нейронам. Это мы будем делать в математической модели нейрона при помощи функции активации. То есть, перед тем, как отправить сигнал к другим нейронам, наш нейрон будет что-то делать с сигналом, который выходит из сумматора. Мы должны еще вспомнить о том, что у нейрона есть синапсы, то есть, сила, с которой он соединен с другими нейронами. Силу синапсов мы будем моделировать при помощи синаптических весов, которые мы будем навешивать на входы в наш нейрон. Итак, математическая модель нейрона делает следующее. Пусть у нас есть три входа. x0, x1 и x2. Они приходят в сумматор, где они суммируются, и получается суммарный сигнал z. После этого мы берем некоторую функцию, которая называется функцией активации f, и мы получаем выход из нейрона, который здесь мы будем называть y. В виде математического выражения можно записать вот такую формулировку. y – это функция от x0 плюс x1 плюс x2. Однако, мы здесь не учли, что есть еще веса на входы в нейрон. Соответственно, поскольку синапс изменяется, и обучение биологической нейронной сети свозится к тому, что настраиваются синапсы, мы введем некоторые настраиваемые веса. Их будем называть w0, w1 и w2. Тогда наше выражение примет вид функции активации от суммы входных сигналов x0, x1, x2, перемноженных синаптическими весами w0, w1 и w2. Итак, если мы внимательно присмотримся к тому, что у нас получилось, то здесь мы сможем наблюдать линейную функцию. Однако, эта линейная функция еще не совсем полна. Это означает, что до совсем линейной функции ей чего-то не хватает. И для того, чтобы описать все линейные функции, мы добавим смещение b. Итак, b – это еще один настраиваемый параметр, который живет внутри нейрона.